Итак, добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин И сегодня мы будем с вами знакомиться с магнитной водой Вы, конечно, спросите, что общего магнитная вода и акупунтура Общая есть и даже очень много общего, что связывает с акупунтурой и магнитной водой Единственное, давайте мы сначала с вами научимся изготавливать магнитную воду А потом уже объяснять, зачем же она нужна Что для этого понадобится нам? Ну, можно водичку взять с фильтра, пожалуйста У нас есть вода с фильтра, мы можем ее взять Нужен обязательно магнит Можно взять очистенный магнит круглый, разбить его простым молотком Вот, пожалуйста, магнит, мы видим, он притаскивается Если мы попробуем другими полюсами, видите, они отталкиваются И будут соединяться Не нужно брать очень сильный магнит Но и не нужно брать очень слабый магнит Магнит доступный, который можно найти на любом блошином рынке Нам понадобится изолента Нам понадобится лейка обязательно И нам понадобится, конечно, трубка Вот, пожалуйста, трубка Через которую будет проходить вода На которую будет насаживаться лейка То есть трубку надо подобрать под лейку Это уже сразу, чтобы мы вставили лейку И так, ну, конечно же, стакан Итак, что для этого необходимо? Мы разбили магнит с вами Взяли эту трубку Соединили Вот, пожалуйста, мы берем трубку Соединяем магнит, чтобы они взаимно Вдруг к другу Притягивались Они отталкивались Теперь берем изоленту Вот, пожалуйста, простая изолента И что? Потихонечку зафиксируем их Не надо здесь очень много изоленты Мы зафиксировали изоленту Дабы магниты не ездили И не, скажем так, выпали с трубки Обрезаем ножницами Очень просто, доступно все Значит, не надо очень сильно прижимать магниты Должна обязательно здесь вороночка быть Где-то сантиметр Можно полтора, можно два Ничего страшного Можете вообще оставить Как бы взять очень жесткую трубку Чтобы она не сжималась Вот, пожалуйста, практически Система практически готова Мы теперь к этой системе Подставляем лейку Вот, пожалуйста, я ее одеваю И теперь у нас есть стакан И мы наливаем с этого стакана Пожалуйста, водичку Налили себе стакан воды Вот у нас она прошла через И у нас получилась магнитная вода Вот теперь эту магнитную воду Я могу употреблять Чем же полезна эта магнитная вода? Ну, прежде всего она полезна Для укрепления почек И почечной системы Вот многие ездят в трусковец Многие ездят на целебные источники И тратят огромные деньги, средства, время свое личное Дабы выпить 2-3 лотка Этой целебной воды Хотя эту целебную воду можно вот приготовить дома Много ума не надо Единственное, от человека Он должен захотеть это сделать И, конечно же, этим потом пользоваться Давайте мы с вами определимся Мы уже сказали, что данная вода Помогает при всех почечных заболеваниях А как известно По учению акупунтуры китайской Почки ставят на первое место Хотя я немножечко не соглашусь с китайцами И скажу все-таки, что водно-солевой баланс У нас контролирует все-таки поджелудочная железа То есть вода очень полезна для поджелудочной железы и почек То есть вот два таких очень, скажем так, главенствующих и тяжелых органа Которые могут стимулировать работу магнитной воды Но так как почки у нас отвечают за костную систему То есть вода магнитно укрепляет что? И кости То есть при переломах частых костей При случайном переломе Вы используете магнитную воду Вы ее употребляете Можно ли с магнитной воды делать суп? Да, можно Можно ли с магнитной воды делать кофе? Да, можно Можно ли с магнитной воды делать борщ? Да, можно можно ли ребенку сделать кашу с магнитной воды да можно так сколько же надо употреблять магнитной воды в день для стимуляции либо гармонизации работы поджелудочной и почечной системы мое личное мнение надо начинать со стакана воды в день на следующий день можно выпить два стакана воды и так мы доведем до литра употребления в день магнитной воды сразу повторяю нельзя или не рекомендуется магнитную воду приготовить на день вперед вы должны взять лейку взять стакан сразу же взять и сделать эту воду и потом ее выпить вот это будет правильным употреблением магнитной воды то что вот сейчас я стою и вода уже у меня скажем так уже минуту две с вами общаемся и вода уже немножечко теряет свои свойства чтобы она не теряла это свойство его надо выпивать эту воду то есть всем кто не дай бог поломал ногу либо поломал руку либо имеет проблемы большие с костной системой пожалуйста магнитная вода вам в помощь у кого хронические заболевания почек нефрит пил и нефрит а также другие частые боли в области почек надпочечников то пожалуйста вам надо употреблять магнитную воду вот и вот маленькое короткое видео но поучительное для того чтобы содержать водный баланс в организме в норме желательно употреблять магнитной воды но злоупотреблять моё личное мнение я как специалист не рекомендую не более литры в день начинать со стакана два в день довести до литры достаточно возможно ли при употреблении магнитной воды какая-то активизация почек либо в области поясницы в области почек это какие-то может более может быть какие-то да да почему потому что мы гармонизируем данной водой всю почечную систему и конечно же она может перестраиваться и любой перестройка любая перестройка в нашем организме является болезненной так что не надо воспринимать в штыки сразу что ой мы сделали а вот тот сказал что поможет а может не поможет я знаю одно что в моей практике при срастании костей в два раза быстрее идет если человек употребляет магнитную воду но если же у человека очень часто ломаются кости здесь надо обратиться к специалисту и нужно сделать диагностику 12 медиана посмотреть как весь энерго иммунитет содержит ваш организм в норме и всю вашу систему и так мы познакомились сегодня о магнитной воде мы научились сделать себе магнитную лейку конечно же на просторах интернета вы можете найти магнитную лейку которая ну более может красиво выглядит может может более доступно но то что мы сейчас сегодня вам продемонстрировали это каждый человек в каждом доме может это сделать не выходя с дома ну конечно если же нет магнита то можно найти их старую колонку оттуда выговорить магнит сделать полезную вещь который будет служить во благо вашего здоровья и заметьте что данная методика подходит для всех членов семьи нет исключения можно давать грудному ребенку да можно давать можно давать трехлетнему ребенку магнитную воду да можно делать суп борщ мы повторяемся да можно пожалуйста делайте употребляйте но знайте всегда во всем меру и не забывайте магнитная вода очень полезна для нашего организма и забегает вперед я вам скажу что до сегодняшнего дня многое не известно профессорами специалистами насколько еще более позитивно на влияет на наш организм это есть исследование так что не ленитесь делайте магнитную лейку омагничивайте воду содержите свои почки в порядок и мочеполовая система ваша будет в норме для мужчин почки это очень актуальная вещь так как почки поддерживают потенцию и каждый мужчина хочет быть здоровым крепким оставаться мужчины долгое время так что вам это мужчины в помощь у женщин точно так же очень уязвима мочеполовая система для того чтобы дольше оставаться женщины и дольше чтобы почки были в норме чтобы женщина перенесла климатический период не настолько болезненно насколько она может принести в мощь употреблять магнитную воду вам она в помощь для всех возрастов итак спасибо за внимание с вами был доктор константин смотрите наши обновления на нашем канале и мы будем готовить новые и новые поучительные простые видео которыми вы сможете пользоваться дома не только в свое благо для поддержки здоровья но и в благо своих близких и родственников спасибо за внимание до скорых встреч